Сан Саныч, рассказывайте, где мы сейчас? Так, мы в этом году, очень много было у нас бетонных работ. И как бы, когда мы обращались в одну ЖБИ, там, в другую... Перебью! Все здесь строится хозспособом. Конечно, естественно. То есть все строится сами. Мы не такие богатые, чтобы, как бы, нанимать постоянно какие-то организации. Мы тогда бы много чего бы не построили. Поэтому у нас в голове планов много, и мы их всех можем реализовать, лишь бы нас люди понимали и делали то, что мы говорим. Ну, мы что бы? Мы придумали, сделали воронку. На нашем маниту, телескопический погрузчик, у нас большой для погрузки цепучих материалов есть кофе, и есть маленький на один куб. Пропорции мы все знаем. Сколько надо песка, сколько цемента, сколько щебенки. Поэтому завезли щебень 600 марки из Липецка. 500 цемент, привезли речной песок для бетона. Пластификатор купили для бетона. И взяли в аренду два миксера. Один миксер подъезжал, мы через верх его засыпали с помощью маниту. Он это все перемешивал, подъезжал к бочкам. Мы первое время бочки брали от опрыскателя, потому что там были риски, и написано там 100 литров, 200, 300 примерно можно было наливать. А потом уже люди того наловчились, что они уже на глаз могли налить столько воды, сколько было нужно для бетона. Добавляли пластификатор, все это перемешивалось. Пока один миксер уезжал, вываливал готовый раствор, второй миксер подъезжал под эту воронку. Мы также его загружали. Производительность нашего растворного утла 140 кубов в смену. Когда делали бетон, завозили, мы потом делали кубик 10 на 10, то есть для лаборатории. А далее они на сжадие начали его проверять, и нам сказали, что надо немножко уменьшить пропорции цемента на 50 кг, и у вас будет 350-й бетон. Все бетонные работы мы сделали, марка бетона 350. Может быть, конечно, принципиально такую высокую не нужно было делать, но мы захотели такую, и как бы добились и сделали. То есть вы сделали свой бетонный завод, по сути? Конечно, конечно. И еще раз, Саша, сколько производительности его было? Мы делали 140 кубов в смену. 140 кубов в смену 8 часов? Ну и больше смен, 12. Конечно, побольше. 12. Ну, минус час обед, на раскачку час, за 10 часов. За 10 часов 140 кубов. Ой, 140 кубов. То есть мы практически, если вот сказать так, что многие операторы, которые нам предоставили эти миксера в аренду, они к нам приезжали сюда и смотрели, как их миксеры работают, часы проверяли, сверку делали, и они посмотрели и говорят, слушай, а ведь по вашему принципу мы можем обанкротить все ЖБИ. Они говорят, вот представь, мы на какую-то стройку там даем миксера свои. У нас там, у меня 5 миксеров, у моего товарища 3 миксера, и вот они водят. А что, если не с завода возить бетон, а как вы? Привезли, сделали такую воронку, привезли туда на объект щебень, песок, цемент, там, пластификатор, вода у них там есть. И то же самое, наши миксера здесь на месте возят бетон. Кстати, еще, когда эти вот миксера берут, они говорят, я 21 год на миксер работаю. Я говорю, сколько здесь кубов примерно? Он посмотрел, говорит, вот здесь 2,7 куба. Я говорю, слушай, давай мы тебе на весы. Мы его загоняем на весы, он завешивается, мы вычисляем, сколько бетон весит, и естественно узнаем, какая кубатура у него. У него кубатура 2,3, то есть 0,4 куба с каждого миксера ЖБИ подворовывает. Офигеть. Поэтому это, ну, так, для размышлений. Мало того, что они нам очень дорого, этот бетон, то есть 4700 куб бетона, 350-го на ЖБИ стоит, плюс доставка. Если, скажем так, что они нам говорят, что мы 2,7 куба вам там вот везем, мы знаем, что там 0,4 куба не сделали, еще неизвестно, какую марку они нам везут, потому что, когда я приехал, он говорит, да, мы вам сделаем 350-ю марку. А я говорю, а где вы бы щебень берете? В Михайлове берем. А я знаю, что там самая большая марка, это 150-я. То есть они при всем желании, даже будет цемент туда ввалить. То есть другая фракция щебня. Она некачественная. Она хрупкая щебенка. То есть это не идет. На бетон, на тот, который нам нужен. То есть при наличии 150-й марки щебня в граве, они не могут получить 350-ю. Даже если они цемент очень много насыпят. То есть они не сделают. Но то они говорят, да, мы тебе сделаем. 4,7 куба. И еще и объем не тот, который тебе нужен. Объем не тот, качество не то. Поэтому все нужно делать самому. Руку на пульсе и за этим следите. Ребята, да, я думаю, что Сан Саныч нам все популярно объяснил, у кого большие бетонные работы. Ну, тот, наверное, сам должен понимать, что проще это делать здесь. Наверное, мы не ставим целью разорить, да, эти самые... Наша цель сделать для себя. Что тут у нас? 200-й швеллер стоит. Швеллер обыкновенный. Наверху нарисовали какой нужен растворный, саму конус какой нужен. Обварено все 50-м уголком. С одной стороны он с вырезом, а с другой стороны сплошной. Чтобы когда ковс высыпал, вот здесь мог сделать, как бы опуститься. Да, воронка с вырезом. Воронка с вырезом, все верно. Ну и дождь, что-то и настил для того, чтобы человек стоял, дежурил. Да, вроде мы сейчас все-таки делали. Где-то лопаткой подбросить, где-то что-то такое. Да, все верно, все верно. А цемент мы подавали в биг-бегах, с двумя клапанами, сверху и снизу. Поэтому человек, который стоял наверху, он развязывал этот клапан, и цемент уже высыпался непосредственно через воронку в миксер. Сан Саныч, а посчитали ведь наверняка, сколько обошелся? Да, экономия у нас получилась. Если бы мы бетон вот покупали, и здесь, у нас получилось около 45% разницы, чтобы мы сэкономили. Слушай, это отдельный бизнес уже, надо открывать. То есть 45% это круто на самом деле. Да, миксер в аренду. Ну мне как другу сказали 1100 рублей, тебе как другу. Но не как другу мне в Рязани давали за 1000 рублей через диспетчеры. А если минует диспетчеры, напрямую можно 800 рублей в час миксера арендовать. Поэтому вот у нас работали, ну даже бывало такое, что мы работали и круглые сутки. Вот нам, когда мы заливали бетон, нам нужно было. То есть там линии по 6 метров мы заливали. 24 метра ширина, ну плюс фальш стены, поэтому 22 метра. Но заливали по 6 метров, и поэтому нам, ну, старались, как бы мы сначала одну крайнюю, потом через одну, еще одну полосу заливали, потом опять возвращались вторую и четвертую. Да. Ну нужно было срочно. Вот люди шли навстречу нашей рабочей, как бы понимали, что нам надо, и работали по этому и днем, и ночью. Ну, рабочие-то, наверное, за это получили дополнительные плюшки? И они, как бы, плюшки получили, и те, кто на миксерах работал, как бы мы их... Ну, никто обижен не был. По крайней мере, телефон нам оставили, нужно будет обращаться в любой момент, звоните, мы к вам приедем. А, Сан-Сан, еще хотел спросить, сколько всего-то бетона произвели? То есть 140 кубов в смену, а сколько смен-то было? Да, вообще было много. Я к концу передачи посчитаю в голове и скажу, что это... Ну, просто я не сдавался этим. Ну, я вам так могу сказать. Если в частоте 75 на 24 и толщина бетона 15 сантиметров. На меня не смотри, я не умею считать в голове. Нет, ничего не может считать. Ну, вот представьте, что два ангара таких. Теперь склад готовой продукции. 85 на 15 и тоже толщина. 15 сантиметров. Плюс над картофелехранилищем потолок новый. Новый потолок. 45 на 20 в частоте. На 22. 45 на 22. Вот тоже толщина. Так, вот на один ангар я сейчас подсчитал в уме. Примерно 300 кубов. Ну, 300 кубов. Два ангара 600 кубов. Ну, и здесь. Там плюс-минус 10. Ну, 1200 кубов мы залили, например. Прилично. Круч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.